Здравствуйте, с вами Николай Куприков, и это Трезвый Пересказ и обзор на сериал от Кинопоиска ТОПИ, четвертая серия. Обожженный обливает элю водой. Всего лишь немножко придушил, как объясняет. Рановато тебе сейчас, приказ еще не поступил. Вот как это понимать? Обожженный – это не хозяин. Вот это уже как минимум. То есть хозяин – это тот, кто еще где-то выше. Ну или ниже, там в преисподней где-то. Рыбак ловит рыбу в слоу-мо, рыба изрегает название сериала. Соня притащила бесчувственную сестру и читает молитву «Отче наш». Лиза снова оживает. Вот теперь, наконец-таки, чудо произошло у Дэна на глазах. Обожженный расспрашивает, сколько их, как вооружены. О ком он говорит, ну Эля точно понятия не имеет. Как же так получилось, что Макс не набрел на клетку, когда заходил в этот дом, в эту сельскую школу. Отвлек его, получается, альбом с выпускниками. Точнее, с выпускницами, точнее, с конкретной выпускницей. Обожженный говорит про войну. Походу, дело про чеченскую компанию, я так понимаю. Мол, она до сих пор идет. Такую точку зрения пропагандирует господин Шевчук. Мент и Макс возвращаются домой. Соня рассказывает Лизе, что она умерла. Типа, клиническая смерть? Нет, настоящая, говорит Соня. Она, естественно, не верит. Денис снова молится. На этот раз, видимо, искренне. После того, как увидел, что произошло с Лизой. Эля просится в туалет. Обожженный снимает с нее штаны и трусы. Сажает на ведро. Вот это, конечно, капец сценка. Лиза решает проверить на детекторе лжи Соню. Все подтверждается. И все равно не верит. Бесполезно что-то доказывать человеку, который не хочет воспринимать информацию. Вот он всю жизнь жил, зная на 100%, что когда он умрет, ничего не будет. Его просто положат в землю или сожгут и положат в землю. И на этом все закончится. Дальше нам показывают обычные сельские зарисовки. Катя смотрит на себя в зеркало. Да, этот эпизод только подтверждает, что это Катя. Потому что она такая, типа, как будто бы я... Блин, ты же я так сильно постарела. Обожженный рассказывает байки с Чеченской войны. Он, кстати, в солдатской форме. Очень страшные байки, между прочим. Сожгли весь аул со всеми жителями. Гладит собаку, и вдруг она превращается в чучело волка. Бунт, торг, смирение. Через какие стадии прошел Дэн? Говорит, что почувствовал, что скоро умрет, и понял это сердцем, а не умом. А Соня его целует, но он не отвечает взаимностью. Макс и мент. Это прям можно отдельный сериал снять. Макс и мент. И они такие куда-то фигачат на машине полицейской с надписью «Милиция». Они приехали в деревню. Эля наблюдает за Максом через окно. Макс снова пришел к своей подружке и рассказал про зэков, про круг. Выясняется, что Макс записал все разговоры с зэками на диктофон. Также он сетует на то, что здесь сеть не ловит. Арина говорит, что за монастырем есть место, где ловит сеть, возле дуба. Появляется мент. Макс уходит, а мент говорит «Оставь его, ведьма». Он, конечно, дурачок, но такой участи не заслужил. А ведь что-то в этой Арине есть от ведьмы. Я еще в прошлый раз сравнивал ее с Маргаритой. Макс спрашивает, сколько лет этой девочке. Мент говорит, что «Тебе лучше не знать». Про возраст он спрашивает из-за выпускного альбома, естественно. Напоминаю, на всякий случай. Макс узнал от мента, что его друзья пошли в монастырь, и он решает их встретить. Лиза хочет убедиться в том, что она жива, убивает комара, растирает кровь. Потом она находит платье, показывает Соне, говорит «Это твой стиль, целка-невидимка». По-моему, на это платье обратила внимание Катя, когда они первый раз сюда пришли. Соня объясняет Лизе, что это не просто воскресенье, это испытание веры. Соня просит сигарету, затягивается и кашляет. Появляется отец Илья. Было такое ощущение, что священник увидел Дениса и прибавил хода. Соня стучит к нему в кабинет. Отец Илья говорит, чтобы они уходили. Отворяется дверь, и он говорит «На дне три сына утопающих лучше слышно». Что это значит? Непонятно. Снова показывают его рабочий стол с подгоревшими деньгами. И снова он встает на стул и набрасывает на себя петлю. Соня с Дэном заходят в комнату. Табуретка падает. Денис держит священника. Соня режет веревку. У меня было такое ощущение, что вот этот вот суицид происходит каждый день. Как бы в наказание священнику за его грех. В самый первый день это произошло. Потом еще раз, ну, может быть, через день, не знаю. И вот сейчас это третий раз нам показывают всю эту самую ситуацию. Наступает ночь, просыпается мафия. Приезжает Мерседес с регионом 29. 29 это Архангельск. Эля кричит «Помогите!». Судя по всему, приехал парень Эля. Обожженный травит на него собаку, собаку убивают. Обожженный держит Элю в заложниках, перестрелка. «Федоров, отпусти заложника», говорит, по-моему, голос нашего мента. Ну, а может и нет. Ну, какого-то переговорщика, во всяком случае. Обожженный развязывает руки Эли, строит баррикады, отстреливается. Эля бьет его по голове и выбирается через окно. Слышны крики. Огонь на поражение. Окружаем. Обожженный кидает гранату и тоже выпрыгивает в окно. Автоматная очередь, но ему удается скрыться. Вертолет, приколите. Обожженный кричит «О, это наши вертушки!». А в него стреляют и ранят. Ну, он себя вообще, конечно, чувствует просто капец вот, ну, на реальной войне. Буквально высадился какой-то десант. Он прячется возле дома, и из окна выглядывает голая девушка. И снова этот кадр я не могу вам показать. Он будет на моем телеграм-канале. Ссылка в описании к видео. Арина жестом показывает, чтобы он ввел себя тихо, и указывает, где находится чувак с автоматом. Обожженный, не глядя, стреляет в ту сторону, слышит в ответ. Слышит в ответ. «Ты в кого палишь?» Дал... Оп. Обожженный принимает его за какого-то коляна, вылезает из засады и получает смертельную пулю. Ну, по крайней мере, кажется, что смертельную. Нам показывают горящее колесо. Последнее, что видит обожженный, это голая Арина. Ну, не самое плохое, что можно увидеть в последний раз. Что вообще тут нафиг происходит? Вот мент тоже не понимает и пьет пиво. И садится за руль, приезжает в монастырь и приходит к телу отца Ильи. Рассматривает деньги, выпроваживает Соню и Дениса. И как вы думаете, что он делает? Все правильно. Собирает уцелевшие деньги себе, вот по карманам рассовывает. Товарища капитана вызывают, говорят, что твой пропавший нашелся. Я так понимаю, речь про обожженного, то есть про сослуживца мента, про вот этого Федорова. Тем временем Макс нашел дуб, возле которого, как сказала Арина, ловит сеть. Но сеть не ловит. Макс в отчаянии кидает телефон вверх. И ему в итоге приходит смс от начальства. Гневное смс. Он пишет сообщение кому-то из радио Свободы. Подкидывает телефон и смс в итоге уходит. Макс встречает Дениса и Соню. Они не говорят о том, что случилось со священником. Эля бежит по лесу, а за ней идет мужик с ружьем. Обращается к своему парню. Говорит, что она никуда с ним не пойдет. А вот у меня нет уверенности, что это ее парень. Максу рассказали про суицид, а он рассказывает про смс. Ребята слышат крик Эли. Эля прибегает к зэкам, просит укрытия. Макс планирует сделать включение завтра. Я так понимаю, выйти в прямой эфир на радио Свобода и все рассказать. А у меня вот какие мысли. Если мент прав насчет Арины, то, скорее всего, она просто решила поглумиться над Максом. Это иллюзия связи с внешним миром. Зэки обещают помочь Эли, но за услугу. Видимо, секс. Денис переименовывает в телефонной книжке «Маман» в «Мама» и ставит сердечко. Вот. Денис тоже встал на путь исправления. Тоже, в смысле, как и Соня. И заметьте, гораздо раньше, чем журналист. Вот он все гонится за сенсацией, за молоденькими девками бегает, причем сразу за всеми вообще подряд. То есть, он, в принципе, ну, он переспал с Катей. Он, ну, не прочь с Элей был замутить, с Соней, с этой молодой, с Ариной тоже. И все продолжает суетиться. Вот, ну, как сказал покойный дед. То есть, еще не понимает, что умер. Дэн просыпается и прижимается к Соне. И на этот раз он ее целует. Она никак не реагирует. За грудь ее даже хватает, но не отвечает взаимностью. Дэн плюнул на все и пошел в гости к Карине. Она в нижнем белье лежит и смотрит телик. И знаете, что она смотрит? Магазин на диване. Я не знаю, почему, но меня это очень рассмешило. Прикиньте, вот в посмертии люди тоже смотрят телик. Магазин на диване. Ну, или не в посмертии, просто такая же так, что мы будем смотреть? Мы будем смотреть магазин на диване. Где там? Этот сегодняшний лот, это вот такие вот украшения. Забавно, забавно. Но с другой стороны, блин, забавно, а вот не смешно. Прикиньте, у людей нет интернета, да? То есть, все, у них только возле дуба за храмом ловят интернет, и все. Трусы у нее какие-то неэротичные. С этим освещением Арина просто великолепна. Не рассказывает в итоге Денису про дуб. Дэн дает деньги за услугу. Ну, типа, мол, может быть, за деньги ты расскажешь. И засовывает ей купюры и в лифчик, и в трусы. И опять в лифчик, и опять в трусы. И Арину это очень обижает до слез. Говорит ему, уходи, а то? А то что? И что вы думаете? Начинает его целовать. Склейка. Они занимаются сексом. Снова не могу показать. Это все дело вам тут на ютубе, только в телеграме. Везет все-таки с драматургией Янковскому, хочу вам сказать. То текст, то вот топи. Дэн говорит, что ему тяжело. Что же так тяжело? А знаете, почему так тяжело? А потому что Арина превратилась в ее маму. Дэн голый убегает. На кровати лежит мама Арины. Возвращается за одеждой, а там уже Арина. Голый Денис бежит по деревне в одних кроссовках. Топи. Да, это действительно топи. Но, видимо, удалось ему схватить все-таки только кроссовки. Утро. На земле лежит голый обожженный, у которого нет на лице никаких ожогов. Они пропали куда-то. За этим всем действом наблюдает тоже голая Арина. Голые и не смешные. Нам показывают с дрона, как Гелендваген уезжает. Конец пятой серии. Видите, как забавно все получается. Ну, забавно в кавычках, конечно же. Ничего забавного такого в этом нет. В четвертой серии Дэн подкалывал Макса насчет местной лолитки. Да, насчет вот этой вот Арины. Да, то есть то, что она малолетка. Ну, по фильму, по крайней мере, да, типа ей лет, не знаю, там, 14. 15. Да, то есть он все подкалывал, что он клеится. И трахнул бы ее и маму тоже заодно. Хотя она, ну, полоумная там и так далее. А в итоге как оно получилось? Вот Дэн подкалывал Макса, а в итоге он трахнул эту местную лолитку и ее маму. Ну, это уже помимо его воли как бы так получилось. Но тем не менее. Вот как забавно. Вообще есть такая фраза. В чем осудишь, в том и падешь. Ну, имеется в виду, что вот ты видишь, у человека какой-то грех, да. То есть он там, допустим, он вот, вот, допустим, вот этот. Вот нравится ему там бабы, короче, он всех, в общем, жахает. Он такой, ну, ты, конечно, козел. Вот так. Я это себе представляю. Не, ну, короче, ты такой осуждаешь, да. Ну, как же так, как же так. И вот раз, все переворачивается, и уже ты в этом во всем. А Макс при этом. Ну, Макса до этого дела не дошло. Это что-то потрясающее. Этот сериал вызывает такую огромную палитру эмоций. Очень сложно описывать словами чувства, которые я испытываю во время просмотра. Сейчас это пандемия дебильная. Давно не был на службе. Вот самое время сходить. От этого сериала у меня жесткий отходняк. Мне надо побыть какое-то время одному. Ничего не смотреть, ни с кем не говорить. Реально очень тяжело смотреть вот после такого сериала какие-то забавные, просто, там, веселые какие-то сериальчики такие. То есть, нет, после этого хочется как-то вот... Это знаете, как я в свое время сходил на концерт Григориан. Да, это, конечно, не классическая музыка, но поют они очень красиво. В принципе, можно сказать, они поют, ну, такое хоровое пение в григорианском стиле. То есть, по сути, ну, такая тоже классика, можно сказать. Поют всякие рок-поп-песни, да. Ну, пели, можно сказать, потому что, по-моему, группы уже не существует. И вот после этого концерта я помню свои ощущения. Я сажусь в машину, там играет радио. И я такой, блин, нет, 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 надо это выключить. Я, причем, не хочу слушать, там, ну, лимбистки, допустим, какие-нибудь, которые мне нравятся. Какие-то другие песни, то есть, даже, ну, не попсу какую-нибудь откровенную, а просто ничего не хочется слышать, потому что сейчас было что-то такое великолепное, и не хочется перебивать это все другой какой-то музыкой. Спасибо всем огромное за просмотр. Я вместе с вами жду шестую и седьмую серии. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и комментируйте, конечно, обязательно, что вы-то думаете по поводу этого всего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok